Вот так ярко и весело начался День работников культуры в субботний день. Брестский городской духовой оркестр под руководством Валерия Коваля поздравил всех виновников праздника, а также порадовал горожан своим феерическим выступлением. За многовековую историю белорусский народ создал богатое культурное наследие. Беларусь, в том числе и город Брест, владеет уникальным историко-культурным потенциалом, представленным объектами архитектуры, градостроительства, искусства, археологии, парковыми комплексами, музейными коллекциями и книжными собраниями. Все работники культуры искренне, с душой, с большим и огромным сердцем готовились к празднованию тысячелетия и проводили мероприятия, посвященные культурной столице. Это самое главное, и я думаю, что у нас это получилось. Честование самых интересных и активных с безграничным творческим потенциалом людей проходило в актовом зале горосполкома, где не только награждали лучших работников культуры, но и говорили слова благодарности. Ведь в год тысячелетнего юбилея Бреста, в год столицы Содружества, миссия, возложенная на них, была весьма сложной, но они справились на 100 баллов. Спасибо за ту колоссальную работу, которую вы уже провели. Спасибо за тот огромный компонент именно вашей сферы в тех апофеозных мероприятиях, которые были в начале сентября этого года. Спасибо за вашу самоотдачу. Спасибо, знаете, как это есть в Шарее, называется идеология, чучхе. Это опора на собственные силы, да? Так вот, в культурной сфере у нас свое абсолютное чучхе, когда мы практически сами, работники культуры города, области, сделали себе замечательный, хороший, да не только себе, для наших гостей, для жителей замечательный, хороший праздник. Поэтому вам всем низкий поклон. Если награждают начальника, директора, это обязательная работа всего коллектива. Я так думаю, что нас отметили за работу по культурной столице Содружества, работаю встречу библиотечной ассамблеи Евразии, которая у нас проходила. Поэтому, конечно, я делала это не одна, нас было много, весь наш коллектив, не только нашей центральной городской библиотеки, но и всей сети городских библиотек принимал в этом участие. Не опускать планку, держать темп и интерес к городу – основные задачи работникам культуры на ближайшее будущее. Они им под силу, ведь на их счету развитие не только культурно-туристических мест города, но и значительный вклад в творческое развитие молодого поколения. Такую важную и сложную миссию выполняет и директор детской хореографической школы искусств имени Вячеслава Погодина города Бреста Елена Дронь. Она отмечает, что для нее работа – это вся ее жизнь. Помимо того, что наше учреждение в сфере культуры, оно еще и относится к образовательной сфере. Мы обучаем детей в первую очередь, хоть и искусству хореографии. Поэтому это сложный очень учебный процесс, совмещенный с культурной жизнью. Награда для работника культуры – это еще одно доказательство, что он нужен городу, что его знают и ценят. Самое главное нам в следующем году удержать этот темп ожидания, как у классика праздника, ожидания праздника. Так и здесь очень важно удержать эту какую-то нить, этот интерес к городу. И поверьте, что без вас, без вашего таланта, без вашего старания по всем отраслям это сделать будет очень и очень сложно.